Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я вам расскажу, как сделать скриншот на вашем компьютере или ноутбуке. Покажу три способа, которыми я пользуюсь, поэтому просто повторяй за мной и у тебя все получится. Первый способ это, ребятки, с помощью клавиши, которая находится на любой клавиатуре, ноутбуке, компьютере, неважно где. В общем, кнопочка Print Screen. Смотрите, где она находится. Находится она вот здесь, вот так вот она называется. Print Screen. Нажимая на нее, вы скрин вашего экрана, на котором отображается то необходимое, которое вам нужно скопировать, вы его копируете в буфер обмена. Дальше просто комбинацией клавиш Ctrl плюс V находятся эти комбинации, вот Ctrl и буковка V английская. То есть сочетание этих двух клавиш, которые вы будете нажимать поочередно, то есть нажимаете Ctrl и после этого кнопочку V. Вы можете вставить в буфер обмена. Ну вот, допустим, я нажимаю Print Screen, и вот у нас эта клавиатура. Теперь комбинацией, вот мне нужно, допустим, в социальную сеть ВК его опубликовать. Нажимаю Ctrl плюс V. И, собственно, этот скрин, он сразу загружается здесь, эта картинка. То есть все элементарно, просто, быстро, без каких-либо проблем. Это был первый вариант, как можно сделать скриншот. Второй вариант больше подходит для тех, кому нужно скопировать ваш скриншот, ну и, так сказать, сохранить его на вашем компьютере. То есть не в буфер обмена временно, а непосредственно локально, да, где-то в какую-то папочку. Для этого есть специальное приложение на компьютере, называется оно Ножницы. Вот, Ножницы. Нажимая Ножницы, мы его запускаем, и мы можем выделить какую-то определенную часть. То есть вырезать ту часть, которая нам необходима. Вот я вырезал, да. Дальше мы нажимаем просто файл сохранить. Сохраняйте, обзывайте этот файл как-нибудь. И, в принципе, берете его и сохраняйте на ваш компьютер. Это был вариант номер два. Дальше. Вариант номер три. Как еще можно сделать? Есть специальное приложение, друзья, которое называется... Ну, вот на моем компьютере установлено такое приложение, как Joxy называется. Вот, нажимаем. Это у нас... Так, вот. Joxy. Удобная программа для скриншотов и обмена данными. То есть в чем фишка вот таких вот приложений? Дело в том, что вы их сохраняете где-то на удаленном сервере. И вы можете ссылочкой на этот скриншот поделиться с вашими друзьями. Но не просто, а вот, допустим, если я сейчас запущу... Вот у меня есть, минуточку. Вот это Joxy, да, приложение. Смотрите. То есть вы можете не только скопировать какой-то скриншот, а, допустим, выделить какую-то определенную часть. Дальше. Если нужно там переместить этот квадратик куда-нибудь. Дальше вы можете сюда добавить текст какой-либо, да. То есть что-то написать. Вы можете этот текст сделать белым, красным, черным. Не важно. Любого цвета. Также вы можете пронумеровать, там, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, допустим, да. То есть вот это приложение, оно, ну, дает более такие расширенные возможности, где нужно сделать скриншот и показать там какой-то элемент или последовательность действий и так далее. То есть все это делается элементарно просто. И вы просто потом нажимаете «Сохранить». Это все копируется, ну, так сказать, на удаленный сервер. И у вас доступна определенная ссылка, о которой вы можете делиться со своими друзьями где-то на форумах, сайтах и так далее и тому подобное. В общем, вот такой, вот такие вот три способа, о которых я знаю. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Не забывайте ставить, друзья, лайки, подписываться на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. Я их также читаю. И не забывайте заглядывать в мой плейлист. Там очень много интересных и полезных видео. Однозначно, что-то интересное для себя вы найдете. С вами Велдбуст. Всем пока, друзья, и удачи.